Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. По состоянию на 27 ноября в России выявлено 2 млн 215 тысяч 533 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки подтверждено 27 тысяч 543 новых случаев в 85 регионах страны. 23% из них протекает без клинических проявлений. В Центральном федеральном округе, за исключением Москвы, выявлено 354 793 случаи инфицирования, что составляет 16% от общего числа по России. В регионах Черноземья зарегистрировано 103 266 случаев заболевания. Наибольший процент всех выявленных случаев приходится на следующие регионы. Московская область 30%, Воронежская 9%, Тульская и Брянская области по 5%, Ярославская 4%, остальные регионы 47% в совокупности. За неделю число инфицированных COVID-19 в центральных регионах увеличилось на 7%. Наибольший прирост зарегистрирован в Тверской области на 11%. В Рязанской и Брянской областях самый низкий показатель плюс 6% за неделю. Полностью выздоровели выписанные из больниц округа за период с 21 по 27 ноября 24 481 человек. В Московской области в лидерах там выздоровели 4 117 человек. В Черноземье лидер Курская область, где вылечились 1737 человек. Также за последнюю неделю в центральном округе зафиксировано 426 летальных случаев. За весь период скончались 5 474 человека. В Черноземье за минувшие 7 дней от коронавируса умерли 149 человек. Власти регионов центрального федерального округа продолжают продлевать ограничения на этой неделе. В Брянской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях продлили действия режима самоизоляции для людей старше 65 лет. В Ивановской области для них приостановили действия социальных карт. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о возможном снятии некоторых ограничений при улучшении ситуации с ковидом. Однако пока режим продлили до 15 января. Так, пенсионеры останутся на самоизоляции. Предприятия должны перевести на удаленку не менее трети работников, а заведения общепита останутся закрыты ночью. В других регионах обсуждают предстоящее празднование Нового года. В Калужской и Тульской областях запретили проведение корпоративов, а в Липецкой – ярмарок, в том числе и новогодних. Во Владимирской области дети могут сходить на новогоднюю елку, только если они будут организованы для одной группы детского сада или школьного класса. Новые ограничения коснулись работы общественных заведений. В Брянской области несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры, а тульские торговые комплексы будут закрывать на дезинфекционный час. Кроме того, в Воронежской, Калужской и Тульской областях общепит не будет работать ночью, а в Белгородской – до конца января. В Калужской области студентам-медикам, которые помогают врачам, назначили выплаты, а больным с коронавирусом бесплатно доставят лекарства. В Воронежской области пациентов, которым не требуется госпитализация, развозят по домам. В Орловской области из-за распространения заболеваемости перенесли программу модернизации медучреждений на следующий год. В преддверии начала массовой вакцинации в январе-феврале регионы создают опорные пункты на базе медучреждений, где и будут проводить вакцинацию. Об этом уже сообщили во Владимирской, Воронежской, Курской и Московской областях. В регионах Центрального федерального округа продолжает действовать масочный режим. Жители обязаны носить маски в общественном транспорте, такси и общественных местах. Помните, что маска защищает окружающих от инфекции, если вы переносите ее без симптомов заболевания. Также защищает ваше лицо от прикосновений. Отнеситесь к этому с пониманием. Берегите себя и своих близких.